Потерпите, скоро осень. Макияж без макияжа. Ой, то, что, может, я ожидала. Ооо, всё ведь познаётся в сравнении. Немножко меня переоценили. Молода и свежа. Сейчас будет тема опять про загар и надежды. Это жидкое стекло. Ребята, мы такое сейчас с вами ещё не делали. Я же с лица заслуга моя. Сложности настолько закаляют. Друзья, всех рады приветствовать на своём YouTube-канале. С вами я, Марина Суя. И с первых же секунд, кто зашёл за порциями лучами добра, ими принято обмениваться на моём YouTube-канале, я вам посылаю заряд энергии, хорошего настроения и лучей добра, естественно. А вы от души поставьте лайк под этим видео и напишите любой комментарий. И сегодняшний обзор и макияж посвящён одному бренду. Вот на секундочку. Пишите в комментариях, кто, как и я, до последнего, до сегодняшнего дня думал, что бренд называется Ева Мозаик. А на самом деле бренд правильно произносить Ева Мозаик. Надо привыкнуть. Но суть от этого не поменяется, потому что бренд давно на рынке. Где-то ориентировочно с 2000-х годов. Напишите в комментариях, кто знаком с этим брендом и когда вы с ним познакомились. И ещё, какие продукты вы пробовали от Ева Мозаик. Так как эту косметику мне прислали на обзор и оттенки я не подбирала. То есть, вот мне прислали и открыла и посмотрела. И сейчас я буду это пробовать. Точнее, я уже некоторые продукты попробовала. Некоторые вместе с вами будем впервые тестировать. Это и о том, что вдруг какие-то оттенки тона либо пудры мне могут не подойти. Можно сказать, знакомство с этим брендом Ева Мозаик и с этими продуктами будет впервые. От этого бренда я тестировала лишь матирующую базу, которая у меня есть в косметичке и которой я довольна. Кстати, в инстаграме я показала, что буду снимать обзор на косметику Ева Мозаик и показала вот эту базу. И некоторые пишут, что да, база реально понравилась матирующая. И кто-то даже покупал по моим рекомендациям. Как ни странно, напишите, у кого так же, кто пробовал вот эту базу, она у меня холодит. То есть, я её наношу чисто локально. Не на всё лицо, а локально, потому что у меня комбинирована кожа. А вот и всё. Это было первое знакомство с этим брендом. И давайте уже приступать к макияжу, к обзору и давайте я покажу, что же мне прислали. Прежде чем я перейду к макияжу, я хочу подготовить губы и нанести вот такой ухаживающий бальзам для губ, который увлажнит, подготовит губы. И также тут есть мелкий шиммер, но он незаметен. По нанесению похоже на гигиеническую помаду. То есть, уход, увлажнение, подготовка губ, чтобы нанести, например, матовую помаду, чтобы губы были не засохшие. Ребята, хочу отметить по поводу всех продуктов, которые мне прислали. Я зашла на сайт Ривгош. Там, кстати, этот бренд Ева Мозаик представлен в большом ассортименте. Так вот, у Ева Мозаик сейчас новое оформление. То есть, они сделали ребрендинг. И на сайте Ривгош у некоторых продуктов вы можете видеть предыдущее оформление. Давайте сразу обговорим по стоимости. Если рассмотреть цены, то они начинаются от 150 до 900 рублей. И как бренд Ева Мозаик заявляет, что они относятся к бюджетной косметике. Можно сказать это так, потому что в наше время купить какие-то бюджетные и хорошие продукты до тысячи это нормально. Ребята, список продуктов всей косметики, которую я сегодня буду использовать, я оставлю под видео в описании. Ну а мы начинаем. Тона мне прислали H2. Это BB крем и также знаменитый нашумевший, ну я слышала про него хорошие отзывы, это Fluid Touch тональный крем. Сегодня буду наносить впервые Fluid Touch, а вот про BB крем я уже могу вам сказать. Я его тестировала. Обо всем по порядку. Начну вот с этого тона. Тон тут с пипеткой. Вытекал. Ой. Я хочу его сначала попробовать пальцем распределить. По цвету, конечно, ребята, немножко меня переоценили, что я слегка загорела. Что оттенок BB, что оттенок Fluid Touch мне прислали двойку. Естественно, значит, есть оттенок первый и он бы мне, наверное, больше бы подошел. То есть сейчас мне нужно это дело распределять. Если распределять пальцем, то, конечно, будет поплотнее покрытие. А если спонжем? На второй стороне давайте я попробую кисточкой. Спонжем, понятно, будет самое лайтовое покрытие. Но кистью, кстати, нормально распределяется. Пахнет ненавязчиво. Сегодня я тоже буду слегка загорелая. Я уже вижу различия BB и этого Fluid Touch, конечно же. Так как этот тон я нанесла впервые. И нанесла и пальцем, и спонжем, и кистью. Кистью, кстати, мне понравилось. Просто синтетическая кисть какая-нибудь. И хоп-хоп, и все. Мне нравится. Тон Fluid Touch будет поплотнее, чем BB. По оттенку они чуть схожи. То есть оба с теплым подтоном. Распределить шеи, растянуть можно. И лицо будет такое освежать, слегка загорелое. Но если смотреть на мой цвет кожи, то, скорее всего, оттенок первый мне подойдет лучше. А по поводу оттенка тоже 0,2 Fluid Touch. Но если вот растянуть, хорошо. Но тоже, повторюсь, первый оттенок, скорее всего, мой. Второй подойдет для тех, кто загорал этим летом хоть сколько-то. Опять я жалуюсь, да, что не загорало. Потерпите, скоро осень. Перекрытие будет у Fluid поплотнее BB. Это такое легчайшее покрытие. Слегка зашлифовывает поры мелкие. Это для тех, кому не надо ничего перекрывать и просто хочет освежить свое лицо. Так, хочу пощупать. Ну, пока тон живой. Ну, не липнет, но я чувствую, что он еще усаживается. Что он обещает? Крем Fluid дарит коже идеальный цвет лица, естественно, сияние и шелковистость. Сейчас меня все устраивает в этом тоне. И если выбирать вот так вот, на первый взгляд, то Fluid меня больше впечатлил. То есть BB, ну, я такое на каждый день. Я проще добавлю консилер где-то на участке и все. Либо в тонкий слой распределю вот этот Fluid. BB это просто для тех, кто хочет макияж без макияжа. Я перехожу к консилеру. Вот это интересная, кстати, вещь. Консилер Naked Effect. Консилер в оттенке 01. И, ребята, тут кисточка как не у стандартного консилера, а лопатка пластиковая. Так. От этого консилера хуже не наносится, потому что все-таки мы распределяем либо пальцем, либо спонжем, либо кистью. И давайте я попробую пальцем. Сразу скажу, этот консилер меня удивил тем, что он не пустышка. Он перекрывает достаточно хорошо. Зашлифовывает слегка поры. То есть я когда спускалась ближе к носу, беру синтетическую кисть. Я делала повседневный макияж и уже тестировала этот консилер. И его нужно совсем немножко, чтобы освежить. И еще его вот так вот надо лучше притоптать пальцем. То есть без консилера, с консилером. Приятной текстурой и с хорошим перекрытием. Возьмите на заметку, у меня в оттенке 01. Но, ребята, я не навязываю никогда ничего. Вы можете, например, прийти в магазин и затестить. Посмотреть, как, например, перекроют венку. Этот консилер у меня полностью перекрыл руку. И ничего нигде не подчеркнул. Но я повторюсь, это все индивидуально. Походу уже темно на улице. Я просто хотела показать, как выглядит тон консилер вообще на моем лице. Просто при обычном свете. Но я думаю, уже темно. Но пойдемте сходим на балкон. Собственно, время уже 8 часов вечера. И темнеет уже рано. Нам же что, в первую очередь, всегда важно, как выглядит наша кожа. Прокрасить ресницы, добавить румян, уложить брови и все. Но замаскировать какие-то недостатки и наше лицо, чтобы выглядело свежее, это важно. Но мне нравится. То есть мне нравится, как выглядит кожа. И я не вижу продукта на лице. Там уже все темно. Я думаю, пока буду краситься, уже стемнеет. Но все-таки макияж перед сном покажу, что останется от него. И как будет выглядеть кожа. Любым продуктом я советую не борщить. И этого консилера нужно на каждый день. Совсем чуть-чуть. Следующим этапом нужно оформить лицо. И у меня тут на выбор 3 продукта. Например, вот такая двушка для лица. Здесь есть пудра и скульптор. И про этот скульптор я слышала, что очень ходовой оттенок. Но сейчас посмотрим. Сейчас будет тема опять про загар. Мне прислали пудру выравнивающую для лица в оттенке 2. Ребята, где-то скучает по мне оттенок первый. Здесь 3 цвета и при смешивании получается красивый оттенок. Но для меня это как бронзер все-таки. Если по отдельности использовать вот эти 3 цвета, то взять небольшую кисть и использовать сначала пудру, потом потемнее оттенок и бронзер. Ева Мозаик обо мне позаботились. И чтобы я не скучала по загару, мне прислали такие ух. Это получается солнечная палитра, пудра, румяна и тени для лица в оттенке 0.1. Реально, универсальная палитра, здесь 4 цвета и при смешивании получается очень красивый такой бронзер. Но если смотреть отдельно, тут есть теплый бронзер, как хайлайтер и такой бордовый цвет румян. Я считаю, что вот эту палитру можно использовать и для лица, и для глаз. Я люблю универсальную косметику, делает много, места мало занимает. Эти палитры я не тестировала и сейчас мы с вами посмотрим все на деле. Чтобы мне посмотреть на деле, я буду всего по чуть-чуть брать и сравнивать. Так, я сначала пройдусь пудрой, где мне нужно, например, закрепить тон, либо высветлить. Если честно, если сравнивать две стороны, вот тут я прошла с пудрой и тут без пудры просто тон. Сторона тона мне больше нравится. То есть пудра меня особо не впечатлила, то есть она не сделала то, что, может, я ожидала. То есть она просто легла сверху и все. Но ощупь она шелковистая. На другой стороне я попробую другую пудру, чтобы сравнить. Небольшой кисточкой я захожу на светлую сторону. О, вот она выравнивает и не лежит как-то инородно на этом тоне. Все ведь познается в сравнении, ребята. Ну и, конечно, вкусы у всех разные, повторюсь. Размахнула. Я размахнулась и попала на теплую сторону. Тут самое главное смотреть, куда вытыкаете кистью. Окей, поехали дальше. Посмотрим скульптор. Ну, скульптор, не спорю, рабочий. Скульптор мне понравился. Если выбирать по пудре, то пудра из вот такой трешки, можно сказать, мне больше понравилась, чем в двушке. Но это тоже вкусовщина. А вот эти два оттенка, мне кажется, можно смело смешивать и будет вам ходовой бронзер. То есть, например, на пудру не заходить. А именно вот смешивать два вот этих оттенка. Вот этот продукт стоит своего внимания. У светлого оттенка и оттенков потемнее одинаковая текстура. Она выравнивает как раз рельеф, красиво ложится, тушуется. Возьму кисть побольше, смешаю тоже два оттенка и слегка пройдусь по зоне декольте. Загорела. Не, ну правда, молодая и свежа. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот остался еще продукт. Мне мало тебя, точнее, мало загара. Я хочу все-таки смешать вот этот оттенок. Намешаю все оттенки по чуть-чуть. Это получается, когда бронзер красиво слегка подсвечивает. Мне надели и под световой раскладки понравились оба продукта. То есть, они такие универсальные вот эти вот палетки. Можно сказать палетки, потому что тут несколько цветов. Оформление мне тоже по кайфу. То есть, вот эти две палетки, я их одобряю. Дальше оформим брови. Мне прислали карандаш для бровей в оттенке Анютины глазки. Как это мило. Карандаш двусторонний, с щеточкой. Сразу скажу, особенность этого карандаша, то что у него пудровая текстура. Сейчас вы все увидите на деле. Выстраиваю нижнюю границу сначала. Я особо не нажимаю на карандаш. Так, дополнительно могу распределить продукт щеточкой. Вот тут с оттенком угадали. То есть, мне прислали нужный цвет. Тут, конечно, кому как на мои брови хорошо приняли эту формулу. Эту такую текстуру пудровую. Переходим мы к макияжу глаз. И тут у меня есть тень. Есть глиттер. Не простой глиттер. Не такой, как вы, наверное, все сейчас представляете. Тушь. Две штуки. И также подводка. Как говорится, что прислали. И с того и мастерить будем. У Евы Мозаик есть тени однушки. Мне прислали в оттенке 18 и 12. Две тени. Глиттер. Подводка. Сейчас я просто проанализирую, какой макияж сделать. Я беру серый оттенок с ноткой бордо. Это оттенок 12. Беру плоскую кисть. Распределяю консиллер. Я соскатался в складки. Сейчас я буду выстраивать форму. Первую направляющую, как у растушеванной стрелки. Дальше от направляющей. Я веду линию. Можно сказать, к складке. Либо поверх чуть складки. Немножко границы растушевываю. Так, все-таки я решила довести эту линию практически до внутреннего уголка. Можно сказать, это стрелочная такая форма. Маленькой кисточкой могу подтушевать границу верхнюю. Смотрите, оттенок 12, которым я построила форму, он такой матово-сатиновый. А вот уже оттенок 18, это уже металлик. Металлик. Я беру плоскую кисть. Смотрите, форма готова. Сейчас я ее хочу заполнить. И наношу от внутреннего уголка. Центр я оставляю нетронутым. И этим же оттенком я заполняю еще внешний уголок. Что есть, то и хочу использовать по максимуму. Металлик может слегка осыпаться при наслаивании. А так он хорошо переносится кистью. Продублирую второй глаз, но мне уже не терпится взять. А какой оттенок? А давайте сначала я возьму оттенок глиттера в оттенке хамелеон. Плоской кистью я наношу в центр как раз подвижного века. Этот глиттер больше похож на жидкие тени. Здесь мелкие блестки. Очень красиво переливаются. Можно даже на фиолетовый нанести. Он будет слегка добавлять свою изюминку. Об этих глиттерах я тоже скажу чуть попозже. Также покажу сводчи. Цвет, который я наносила сейчас на века, как одиночный в центре. И также, например, на металлик. А нет, подождите. Одиночно я эти глиттеры тестила. А вот чтобы на металлик наносить, это я впервые такое экспериментирую. И лучше тогда проходиться сверху еще металлическим оттенком, потому что скатывается. Хотя эти глиттеры, они фиксируются. У них переливы, например, у хамелеона из зеленого в оранжевый. Во внутренний уголок я хочу оттенок нанести розовое золото. Из золотой в розовый переливается. И этот оттенок я хочу нанести во внутренний уголок. А вот на днях я тестировала оттенок аквамарин. Очень красивый переливающийся оттенок. Из голубого в зеленый. И как раз я его наносила во внутренний уголок со стрелой. И в принципе нормально все проносилось. А давайте я еще аквамарин добавлю в центр слегка. Пусть еще переливается. Написано, что это глиттер для лица. Естественно, можно использовать на какие-то определенные участки. Понятно, что я сейчас экспериментирую с оттенками, которые мне прислали. Все-таки я хочу немножко еще дополнить оттенком 12. Еще добавлю во внешний уголок. Добавлю глубины. Хочу отметить, что вот этот темно-серый оттенок с бордовой ноткой, его сложно тушевать в кожу. Поэтому его лучше делать каким-то акцентом. То есть сделать какую-то заготовку, какую-то дымку телесного цвета. И нанести на подвижное веко. Либо затемнить внешний уголок. Сиреневый металлический оттенок 18. Он прекрасно переносится и кистью, и пальцем. Вот здесь у меня сводч уже застыл. То есть у них не маслянистая текстура. Но текстура, которая может все-таки в складках закататься, если вы на металлик нанесете этот глиттер. Это я из своего опыта уже поняла. Ну что, будем рисовать сейчас стрелы любви и надежды. Подводку я буду использовать Carbon Black. Подводка Flamaster. Фетровая кисточка довольно-таки большая. Я думаю, что как раз мы пойдем по форме. Вот тут уже есть направляющая. Во внутреннем углу тоже слегка стрелку прорисую. Так, подводка едет комфортно по всему, что есть на веке. Что хочу сказать? Черно рисует уверенно на металлике. То есть тут у меня и слегка такие жидкие тени, и металлический оттенок. Финиш полу-глянцевый. Я бы не сказала, что глянцевый, который отражает. Нет, это такой полу-глянец. В меру стойкая, но она и не заявлена, что водостойкая. В общем, нормальная ходовая подводка. По поводу туши мне прислали две на выбор. То есть попробовать выбрать свой фаворит, можно так сказать. Если посмотреть на сайте Ривгош, то ассортимент у Ева Мозаик большой туши. Мне эта пудра понравилась, светлая. То есть я как раз сейчас подчищаю зону под глазами от тенюх. Первая тушь называется No Panda. Она снимается, как написано, просто теплой водой. Я попробовала, да, серьезно. Эта тушь, знаете, она не сделает объем, увеличение, там, в 10 раз ваших ресниц. Просто прокрасит, разделит. И этот вариант, я так подумала, что хорошо иметь в какой-то дорожной косметичке. Где не надо там иметь с собой под рукой мицеллярку, двухфаску. Просто умыться теплой водой. И она легко снимается. Вторая тушь называется Fantasy. И на моих ресницах я заметила, что эта тушь дает большей степени объема. Чтобы ресниц моих стало больше, я прокрашу тушью Fantasy. И тут, кстати, такая щеточка. Тут наконечник такой, как фейерверк. Такой пуньк. Таким наконечником хорошо разделять ресницы. То есть вот так уставите кисть и разделяете. Несколько человек написали, что тушь High Tech называется. Что она вам понравилась. Остались губы бальзам. У меня, естественно, уже впитался. Убираю тон, если попал. То мне еще прислали для губ. Это карандаш. Дальше цветной бальзам для губ. И жидкое стекло. Да? Прозрачный кристаллический гель для губ и век. Ну да, жидкое стекло написано. Бальзам для губ в оттенке 01. Придает свежий натуральный цвет. Чисто сияние влажных губ. Автоматическая помада. Розовый красивый цвет. Цвет Барби. Как на деле? Пальцем растушевываю, чтобы ровная текстура была. Освежающий такой розовый тинт на губах появился. Это для тех, кто любит натуральные губы. Но, ребята, имейте в виду, что предварительно губы нужно подготовить. То есть вот этот бальзам, он как тинт. Легкий тинт. Слегка увлажнение. Но сухость может чуть-чуть подчеркнуть. Могу отметить, что прозрачный бальзам для губ не подчеркивает сухость. Наоборот, он питает, увлажняет. Но, видимо, моим губам сегодня было этого мало. Надо еще побольше. Карандаш для губ в дереве в оттенке флирт. Посмотрим, как подойдет. Я растушевываю на губы как помаду. А легким движением. Наберу немножко этот карандаш. Так, наберу на синтетическую кисть. И слегка добавлю в тушевку. К серому оттенку. Бывает дело в деталях. Вот добавите что-нибудь. И оно заиграет. Вот смотрите. Серая тушевка. А тут плюс еще карандаш. Но имейте в виду, если вы что-то так активно добавляете еще в тушевку. То вот эта серая граница, она возможно подстерется. И ее нужно будет слегка продублировать. Почу отметить, что карандаш, он не бежит с губ. Он такой плюс-минус устойчивый. Дает такой полуматовый финиш. У нас же есть тут богатство такое. Жидкое стекло. На губах сейчас это и затестим. Я считаю, что это как украшение. Например, для фото, для видео. Визажисты, я думаю, что используют как раз, чтобы придать какой-то лоск глазам, либо губам. Это такой, да, плотный гель получается. Поразовать главного ценителя моих макияжей. Виталя. Показывай. Первое, что мне китайцы в глаза, это губы. Ну, это не совсем практично. Это жидкое стекло. Ну, смотрится прям очень сочно. И сексуально. Оу. Ну, тебе-то он подошел по цвету. Текстура ее вообще здесь нету. Не вижу. Текстуру тонут. То есть, я у тебя вижу ровную кожу. Ты имеешь в виду, скатались, да, вот здесь вот как раз? Да-да-да. Наверное, на мимике вот эти глиттеры лучше не использовать чисто вот во внутренний уголок, либо в какое-то место. Подводка нравится. Она матовая и, ну, достаточно такой насыщенный цвет. Она не матовая. Ну, я вижу, что она матовая. Полуглянец. Ну, больше матовая, чем полуглянец. Ну, ладно. Мне нравится в этом макияже лицо. Да, лицо классное. Вот лицо, да, нравится. Лицо, губы, брови. По глазам, да, я тут пыталась намиксовать, ну, то, что мне прислали, какие оттенки. Я пыталась по максимуму. Металлик, он классный, этот металлический цвет, но глиттер его начал кушать. Ну, и вообще глиттер на подвижке начал скатываться. А если без глиттера наносить получится? То сейчас попробую. А давай прям пальцем. О, теперь ничтек. Ну, они классные, да. Они насыщенные, плотные. Ну, вот этот серый цвет. Да, я тоже поняла, что не к месту. Мы лепили из того, что было. Я хотела пофантазировать. Мне понравились вот эти продукты. То есть, вот, вот, видишь, да, вот. Свежесть лица заслуга моя. Списы большие. Точно, еще ведь положили вот такую точилку. Точилка чисто для вот таких тонких карандашей. Нормально точит, остренько. А если я сделаю так, палетку универсальную. Возьму пушистую кисть, намешаю вот теплые оттенки. И втушую по границе серого цвета. Уйдем от этого серого. Ребята, не бывает безысходных ситуаций. Все можно подправить при великом желании. Или сделать какие-то выводы. То есть, вот этому серому цвету нужен переходящий в кожу. Или его использовать просто как самостоятельный продукт на подвижное веко. Ну, там, для смоки, например. И можем эту же тушевку дополнить по нижнему еще веку. Лучше сейчас вот нету вот этого непонятного серого цвета. Я в теплую вела. Справилась? Ну как, постаралась. Сложности настолько закаляют. Всякое может произойти. Давайте без воды. Мне понравились продукты для лица. Это тон. Льюид тач. Две солнечных палетки для лица. Где в одной есть пудра. Это все едино выравнивающая пудра. Просто тут цвета. Вы можете использовать вот светлый и также смешивать несколько оттенков. Карандаш для бровей понравился. Пудровый. Консилер точно одобряю из бюджетного сегмента. Он стойкий. Он пигментированный. Нанесение. Текстура. Все приятно. В общем, возьмите на заметку. У меня в оттенке 01. Что еще привлекло мое внимание. Ну, подводка как подводка. То есть, она черная, насыщенная. Металлическая однушка в оттенке 18. Однозначно просто такой очень красивый акцент на веке можно сделать. По тушам, к сожалению, я не нашла своего фаворита. То, что вот именно мне надо. Но ассортимент туши у Ева Мозаик большой. И поэтому я думаю, что найду когда-нибудь свой фаворит. И вы писали про тушь хай-тек. Вот я вот себе сохранила. Что думаю, надо затестить. По глиттерам для лица это чисто такая творческая тема. Добавить какую-то изюминку. Акцент. Вот, например, во внутреннем уголке хорошо держится. Тут уже смотрите сами, где и как вы можете их приспособить. Но цвета красивые. Ребята, будем оценивать макияж. Поздняя ночь. А точнее уже рассвет. Потому что 3 часа ночи, 3 часа утра. Я сижу монтирую. Доброе утро, мир. Хочу отметить, что мне понравился как уселся тон. Да и он тогда так же лежал. Ну как бы кожа живая. Она не жирная. Да, есть какой-то такой естественный блеск. Но по сути, вот мне нравится как зашлифована кожа. Мелкие поры, Т-зона, нос. Все очень даже ничего. Стрелы тоже на месте. Во внутреннем уголке тоже. Ребята, мы такое сейчас с вами еще не делали. Мы сейчас встретим с вами рассвет. Перевернула камеру. Все. Ждем. Надеюсь, мне хватит батарейки. Пока я тут стою. У петухов перекличка. С моим режимом монтажки я, конечно, видала рассвет. Но чтобы вот-вот-вот прямо солнце только-только вставало из-за горизонта. Это обычно так быстро происходит. Проворонить легко. Это мы с вами ждем вагон и маленькую тележку лучей добра. Чтобы зарядиться на весь день. Вот там яркость прибавилась. Если что, мы с вами тут 28 минут уже стоим. А солнце еще не встало. Это просто вот первые лучи. Все. Первый лучик вижу. Проступает. Блин, оно так быстро встает. Ребята, еще раз благодарю, что это видео вы досмотрели до конца. Там еще будет концовочка, естественно. Но все равно я вас всех люблю. И эти лучи солнца и лучи добра все для вас. Расцветы и туманы для тебя. И на такой хорошей ноте я пошла спать. Ребята, теперь очень будет интересно почитать ваше мнение и ваши отзывы по поводу косметики Ева Мозаик. Кто что тестировал. Пишите в комментариях. Это будет очень полезно для меня и также для других. А на этом мое видео подходит к концу. Друзья, спасибо вам большое, что это время вы провели со мной. Досмотрели это видео до конца и просто были рядом. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всех люблю, обнимаю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok